всем привет сегодня вот такая штука у меня припасена для вас многие наверное видят в первый раз эту обложку в жизни но для многих она до боли знакома художник барри годбер изобразил здесь самого себя на развороте на лицевой стороне не уверен что самого себя 1969 год пластинка king crimson in the code of the crimson king вот такой у меня английский оригинальчик а это переиздание уже которое роберт фриб сам сделал спустя многие годы что сказать проект альбом это целая эпоха это огромный шаг в развитии не просто рок-музыки а музыки вообще хотя я уже давно не делю рок-музыку и музыку вообще потому что рок-музыка эта музыка вообще и есть такая вот музыка 69 год если мне понять не изменяет в октябре вышла эта пластинка а некоторое время до того за некоторое время до того по моему в январе 69 вышел первый альбом группы led zeppelin я странным образом с возрастом начал две эти пластинки сопоставлять и находить их похожими почему тут вообще много аспектов которые можно рассматривать говоря об этом альбоме но что такое музыка музыка это звук а звук и на первом альбоме led zeppelin и здесь совершенно революционный для 1969 года он настолько чистый настолько плотный настолько прозрачный и настолько громкий но ха-ха скажите вы громкий звук можно сделать повернув ручку громкости на проигрывателя в смысле на усилители или там на чем-нибудь еще да нет но вы слушайте же там the people in rock тот же самый который все время привожу в пример эта музыка громкая как ты ее тише не делай слышно что она громкая она так записано громко с такой подачей с таким вот волюбом волюбом вот это то же самое такой вот адской мощи которая была и в первом цепелине и в пластинке and the coat of the crimson king не было ни у кого на ту пору наверное чистота звука была такая у beatles самого начала но у них не было такой ярости а это один из самых яростных альбомов которые я слышал своей жизни и вы я думаю тоже ха-ха скажите вы а как же там современный металл и все прочее doom death и и т.д. и т.п. весь doom и death вырос в принципе вот из этого альбома многие будут спорить приводить другие группы хэй метал и и и и всякий hard rock ярость ярость вот здесь настоящая ярость и фриб говорил о том что состояние которое мы испытывали когда записывали эту пластинку это была ненависть к окружающему миру ко всему что происходит вокруг и самое главное ненависть к самим себе вот эта ненависть она читается здесь ярость энергия бешеная совершенно не люблю это слово уже затертая драйв сила невероятная сила и мощь у цепелина она была но она была не такая яростная не такая злая там не было злости музыки ладзи плин нет злости она просто тяжелая раскачивающаяся кайфовая она построена на блюзе а блюз в блюзе злости не бывает вообще в принципе здесь другая история здесь чистая белая холодная слепящая ярость во всех песнях начиная от первой и заканчивая соответственно последний вот так я скажу и так роберт фриб роберт фриб ян макдональд клавишные мелотроны в частности и различные флейты саксофон греглейк бас-гитара голос майкл джайлз ударные прекрасные о которых мы поговорим отдельно и питер симфилд слова и всяческая помощь в виде оформления концертов роуди таскания то есть аппаратуры и прочее 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 но при том при всем замечательный поэт что же здесь такое что здесь такого удивительного удивительного здесь очень много во первых то о чем я говорил самого начала это ярость мощь при этом чистота и бешеная громкость всего от начала до конца даже в самых тихих песнях они звучат очень громко вот такой парадокс так это такая подсознательная громкость во вторых ощущение такое что собственно говоря фриб об этом тоже говорил другими словами правда еще не такой что собрались совершенно разные люди каждый из которых играет совершенно что-то свое играет абсолютно в свою сторону не глядя ни на кого вокруг а при этом складывается все в удивительную гармонию и все на своих местах все чисто круто и ничего не выкинуть вроде бы и и все так склеивается а при этом слышно и чувствуется что абсолютно все разное играется фриб уже в поздние в относительно поздние времена там в 90-е годы говорил уже об очередном составе кин кримсон 100 не левином с эдриэном белье когда спросили как вы пишете песен горила их не пишу мы собираемся вместе каждый приносит какую-то идею свою а я позволяю им всем играть и сам с ними играю вот так рождаются песни ну здесь было немножко не так здесь все таки более все написано заранее но тем не менее песни все на этой пластинке они словно бы не имеют определенной длительности они могут продолжаться дальше могут закончиться раньше и при этом они совершенно конкретно есть начало есть конец это все понятно но такое чувство будто ты находишься на концерте и все играется в живую и музыканты могут закончить сейчас могут еще продлить импровизацию могут еще сыграть какой-нибудь кусочек приклеить к этой песне вот такое ощущение ощущение жизни ощущение правды хотя записано все в студии записано явно отчетливо с наложениями записано серьезно писали целый месяц пластинку это для 69 года это срок приличный но тем не менее ощущение вот такой жизни и какой-то полу импровизационной музыки при этом очень точно сыгранный без малейшей фальши без малейших каких-то запинок и и понятно что все четко все придумано но получилось так что это настолько живо настолько естественно настолько правдиво и яростно вот эта правдивая ярость она здесь сметает напрочь ребята если вы не слышали никогда этот альбом начинайте прямо с первой песни twenty fifth century скитзоид мен шизофреник двадцать первого века а мы в двадцать первом веке и фриб также как его музыканты предвидели видимо то что случится с человечеством в двадцать первом веке вот это самое и случилось шизофреник двадцать первого века который начинается с каких-то технических шумов потом невероятный риф гитара бас ударная саксофон риф придумал кстати грегом лейком фриб об этом сказала фриб придумал второй риф который начинается перед гитарным соло и вот этот вот сметающий раздавливающий просто в асфальт закатывающий риф никто так не 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 у кого таких штук не было ни у black sabbath ни у ла цепель ни у кого такой мощи в рифе как здесь шизофреники двадцать первого века ну и огромный кусок в середине гитарно-саксофонного соло кажется вроде бы на блюзовом квадрате сделано блюзом даже близко здесь не пахнет это абсолютно и не европейская даже музыка какая-то космическая потусторонняя демиург просто какой-то ровер фриб это такой музыки не играл никто никогда нигде хотя формально она вроде бы понятно вроде бы как бы все а итог to the wind следующий номер лирический медленный лэйк поет двухголосье потому что поет а той же самой шизофрении которая была в первой песне я снаружи я внутри я слева я справа я посередине двухголосим это дело поет и потом в один голос уходит от talk to the wind я говорю с ветром и перекликается эта песня немножко с песней саймона и гарфанкла the sound of silence мои слова камнем падают в колодец тишины а здесь мои слова просто летят на ветер как деньги примерно эпитафия следующий номер построенную на мелотроне вообще мелотрон здесь один из самых наверно таких значимых инструментов в этом альбоме хотя гитара фри по никуда не делась конечно же она она делает king crimson king crimson это роберт фри по чтобы кто не говорил составы менялись бесконечно практически на каждом альбоме оставался роберт фри по своей гитарой но при этом это была группа это никогда не были сольные альбомы фри по это группа который фри давал играть как группе давал играть всем и вот эта эпитафия конечно тоже отвечает нашему времени тоже отвечает 21 веку слова пророков написано на стене которая треснула и confusion will be my epitaf смятение будет моей эпитафии одно слово смятение мунчайл следующая песня прекрасная баллада нежная тонкая который переходит в невероятную совершенно полу фри джазовую импровизацию гитарно-духовую и про флейта я не сказал здесь еще то что было в i talk to the wind 2 или 3 флейта здесь играет макдональд безумно красиво так вот это мунчайл переходит в развернутую не помню сколько минут на восемь по моему импровизация удивительно тонкая удивительно правильная удивительно не могу сказать что она продуманная потому что ощущение такое что если они писали бы 10 дублей каждый дубль бы был сыгран по-другому но вот эти настолько чувственные настолько правдивые фразы гитарный фри под и все остальные инструменты также играют и также все на местах и так все это завораживает так это затягивает и все это не весело очень не весело не но и не скучно не уныло все это все это яростно все это яростно и правдиво потому что мир и яростен и жесток вот эта жестокость она здесь везде и финальная песня the coat of the crimson king грандиозное полотно опять с прекрасным мелатроном и эта штука она выглядит она вроде бы и не грустная вроде бы и не страшная но она кажется таким жерном который крутится крутится веками перемалывает всех и клоунов и нищих и королей и солдат жен детей матерей музыкантов всех 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 перемалывает и мир катится дальше по кругу по какому-то одному ему миру только понятному in the coat of the crimson king при этом мелодия удивительной красоты прекрасно поет грек лейк потом ушел боммерсон лайк от палмер веселиться и ликовать и играть картинки с выставки и и другую классику жанра скажем так но здесь он превосходный лирический певец сильнейшим голосом при этом еще и замечательный гитарист не просто бас-гитарист функцию которую здесь исполнили это играет и на акустической гитаре правда тоже но он учился играть на гитаре в детстве и в юности и прекрасно владеет классической гитарой а также электрической гитары владел извините почему он очень сильный музыкант помимо все не просто бас-гитариста певец в общем вот этот in the coat of the crimson king красивый классический мелотрон внятная гармония понятные аккорды и самое мое любимое место это финал этой песни когда идут вот эти чистые прекрасные аккорды а по каналам злые такие режущие аккорды гитары фри по которые всю эту красоту не то что нивелируют от добавляют в нее иронии едкости и сарказма и подчеркивают то что это все да безумно красиво у вас птички облака хорошо но мир он себя еще покажет так же как покажет себя и группа king crimson на следующих альбомах in the coat of the crimson king 69 год king crimson пойду я сами знаете куда пить пойду будьте здоровы пока